Передвижная выставка ФАЕ Брестского государственного технического университета, посвященная 30-летию Института президентства, сегодня не только отображает яркие моменты рабочих визитов главы государства в Брестскую область, но и невидимой нитью соединяет настоящее прошлое и будущее. А будущее – это молодые, перспективные, инициативные студенты, интересующиеся развитием страны. Единый день информирования в стенах ВУЗа посетил Игорь Брилевич, глава областного совета депутатов и на диалоговой площадке обсудил результаты социально-экономического развития Брестской области за период истекшей пятилетки. Сегодняшняя встреча, встреча в стенах Брестского государственного технического университета, встреча с преподавателями, со студенчеством, она очень важна. Молодые люди, которые на сегодняшний день учатся, которые буквально завтра придут в реальный сектор и будут решать те вопросы и задачи, которые необходимы на их рабочих местах, должны понимать, в каком направлении движется государство, в каком направлении развивается экономика. Сегодня мы планируем подписать договор о сотрудничестве между Брестским областным советом депутатов и Брестским государственным техническим университетом, который, по моему мнению, еще больше усилит и повысит качество данной работы. Совсем недавно начал свою работу очередной СОЗО, в котором мы призвали наиболее активных представителей нашей молодежи, которые должны продвигать те идеи, которые выдвигают наши молодые люди, для того, чтобы мы уже на своем уровне принимали соответствующие решения. В диалоге с присутствующими Игорь Брелевич отметил, что Брестская область имеет большой потенциал в сельскохозяйственной сфере и промышленности. Здесь расположены предприятия по выпуску продуктов питания, развитые машиностроения, текстильное и швейное производство, производство мебели и строительных материалов, что позволяет расширять свои производства далеко за пределами государства, благодаря чему уровень жизни людей и средняя зарплата повысили свои показатели и продолжают стремиться к самым высоким отметкам. Студенты, в свою очередь, воспользовались возможностью задать интересующие вопросы, связанные с развитием инфраструктуры региона. В принципе, наши предприятия, наши области не только продолжают модернизироваться, внедряются новые технологии для повышения эффективности, повышения производительной мощности. Мне, как будущему специалисту, мне интересно узнать про нашу область, про состояние нашей страны в целом, про показатели. Это очень полезно для наших студентов и будущих специалистов. Не совсем такая формальная обстановка. Было приятно и комфортно пообщаться. Активно ребята задавали вопросы. Очень было приятно, что все-таки и людей постарше интересуют наше мнение. И нам тоже интересно услышать их мнение на наши, скажем, болезненные немножко вопросы, интересующиеся тем. На самом деле вопросы действительно копятся у нас у всех. Мы каждый день ходим в университет, все по дороге подкручивают свои мысли. И периодически важно это с кем-то обсудить. Иначе какие-то неправильные идеи могут зарождаться и гнить в голове. И куда дольше разлагать тебя. Также больше всего понравилось то, что дают неограниченное время на вопросы. И все, кто интересуется, могут спросить. Это прям здорово, потому что даже нетривиальный вопрос, который не сильно связан с темой обучения в университете, все равно можно поднять. Руководитель Брестского областного секретариата Белорусской партии «Белая Русь» Олег Коновалов стал еще одним спикером, кто подчеркнул значимость активной жизни молодежи для развития не только области, но и государства. Ребята, присутствующие в зале, отметили, что формат таких мероприятий весьма информативный и внесли свои предложения для будущих встреч. В таком формате, к примеру, даже взять мой строительный факультет. То есть, если позвать каких-нибудь главных архитекторов областей, даже хотя бы одной области нашей, чтобы он, в принципе, рассказал о тенденциях развития городов, именно о нашей области. И, в принципе, даже из других областей, то есть для сравнения, то логично мне было бы это намного интереснее. Подводя итоги пятилетней работы, можно спокойно утверждать, что выбранный курс развития страны оказался правильным. Какой станет будущая пятилетка, зависит в том числе и от выбора молодых и перспективных людей. Янина Даниленко, Дмитрий Литвинюк, Юрий Лимонтович. Новости Бреста. Новости Бреста.